здравствуйте сегодняшний выпуск это некоторое дополнение к тем предыдущим выпуском где я рассказывал про новое поколение индикаторов я тогда говорил что сделаю вот такой индикатор на 150 миллиметров самый большой пока правда так как мне не было времени возиться в 3d редакторе я просто-напросто в слайстере 3d принтера на 30 процентов увеличил вот такой вариант и получилось что-то такое вот немножко толстоватые большого но самое главное что тут все сохраняется точно так же как и здесь и я сюда намотал почти 150 витков 0 1 провода что дало примерно как бы им говорит резонансную хотя не совсем резонансная частота где-то 260 270 килогерц я потом это продемонстрирую одно опять же поделюсь что при этом вышло и кроме того я вам еще расскажу про то как то что я вам уже сколько лет говорил про свой вариант трифеляра который я вот мотаю определенным образом и всем всегда рекомендую с этой хитрой свободной обмоткой который никуда не подключается то есть третий провод он пустой вот сегодня я вам постараюсь при помощи этих индикаторов показать как это работают и почему идет такая прибавка в мощности этот генератор у нас как я говорил на 300 килогерц я немножко тут его изменил свой стенд поставил на 3000 аккумулятор и модуль зарядки с преобразователем на 5 вольт самый лучший с сэшным разъемом так вот связи с тем что здесь очень много относительно витков потому что в этих значительно меньше было и вот вот этот я тоже вот он был у меня на 70 где-то витков а вот этот меньшее я как-то делал но там было 90 витков а это уже другой тот я отдал в этом 140 витков поэтому он по чувствительности где-то как-то получается лучше чем этот этот остался тот же и вот еще я намотал заготовки но еще не поставил светодиоды и полностью не оформлен вот так он закрывается вот две половинки как я говорил вот как видите тут торчат два конца и здесь тоже где-то около 140 витков для чего я это сделал тоже сейчас объясню также как вот еще пару заготовок я специально сделал по 20 и 40 витков это все будет показе ну вот и смотрим что у нас тут этот индикатор конечно показывает самые чувствительные параметры так здесь все может влиять поэтому надо все убирать вот ориентируемся по этой шкале и видим как вот он загорается где-то на 120 110 миллиметров берем тот который с меньшими витками вот он срабатывает где-то на 5 6 сантиметров но тут тут больше витков но диаметр меньше и вот он срабатывает на 6 7 чуть чуть чувствительнее получается чем этот но это для этой частоты конкретно и вот как для этого варианта я покажу вот это 265 килогерц пока выключаем этот вот по мощности он примерно сопоставим с этим немножко меньше потому что этот рефлярный вариант а это вот тот который четыре по шесть квадрофиляр но так как он 265 килогерц то вот можем посмотреть что на расстоянии где-то почти полметра индикатор уже начинает срабатывать то есть вот при желании можно подобрать витки и все остальное диаметр такой катушки такого индикатора чтобы у него чувствительность было даже больше чем полметра это еще так где-то плюс-минус так получилось но тут можем посмотреть что тут конечно все меньше я к чему-то говорю что вот эти все контура и вот этот свободный они все имеют абсолютно разные базовые частоты то есть если их специально пересчитать посмотреть то тут они абсолютно по разному и намотаны и как по диаметрам так и по количеству витков то есть совпадение тут нету правда я вам еще не показал один нюанс интересный это тоже стоит обращать внимание если вы будете делать вот такие индикаторы вот здесь если брать эти индикаторы здесь мы просто увидим вот плавно опускаем плавно загорается максимальная яркость то же самое примерно и здесь то же самое примерно и здесь но что мы видим вот в таком диаметре плавно опускаем и смотрим что вот оно вроде там тускло начинает загораться плавно опускаем дальше и вдруг резко скачок но так как оно очень все намотано близко соответственно яркость очень большая так как расстояние до тора здесь очень все близко но вот именно этот порог он конечно никак не связан барьером блоху то есть плавное загорание плавно вот идет и потом резко вот такой порог тоже интересный эффект это вам на подумать теперь я вам покажу особенности именно реализации вот этого трифеляра моей конструкции пока это в сторону вот смотрите вот здесь как я говорил где-то около 70 витков вот он загорается и вот тухнет а теперь возьмем свободный контур он ничем не нагружен ни им костей ни диодов ничего нет просто вот намотанная катушка и здесь где-то около 140 витков то есть около примерно два раза больше чем здесь и вот когда мы вот так складываем как видите этот индикатор загорается довольно ярко и теперь когда мы всю эту конструкцию вместе отодвигаем мы видим что загорается она где-то 15-16 сантиметров то есть на 10 сантиметров больше чем было без вот видите конечно это вот в свободном виде если взять например вот здесь тоже примерно столько же витков но тут уже рабочая конструкция и вот если мы найдем вот эту точку то тоже вот но здесь значительно меньше вот это свойство проявляется но тем не менее оно есть но я специально намотал для этого случая вот на 20 и 40 витков чтобы показать вот оно дает чуть-чуть то есть все таки конечно не соответствие вот здесь 40 витков а здесь 70 и вот оно в рабочем состоянии оно не так конечно дает дает тогда когда или столько же или больше довольно эффективно если мы сложим 2 ну будет конечно ярче это вот 60 но проблема состоит в том что оно должно быть как можно ближе вот этот контур должен быть как можно ближе к этому контуру тогда эффект будет максимальным и в то же время вот видите я делаю комбинированную систему и у нас получается уже 23 24 даже больше 10 20 30 сантиметров когда начинает загораться в этой системе но есть нюансы вот если вы посмотрите внимательно видите видите то есть тут идет такая перенастройка то есть одно срабатывает больше другое меньше вот я поднимаю немножко и вот это загорается внутреннее больше чем это то есть идет взаимодействие внутри не внешние и вот этого свободного контура да если посмотреть значит вот этот контур почти 4 миллигенри здесь значительно меньше здесь где-то будет около двух миллигенри в большом но где-то здесь 67 как видите вот он довольно таки эффектно дает о себе знать и вот все эти особенности они заметны именно тогда когда мы отыграемся с этими семи индикаторами вот поэтому и нужен трифеляр а обратимость как энергии вот если взять электродвигатель то или он будет мотором или он будет генератором это зависит от того как мы его будем использовать то же самое то ли это передатчик то ли это приемник но свойства энергии перехода из одного состояния в другое они примерно схожие поэтому если мы сюда добавляем свободную обмотку вот происходит вот такой эффект увеличения то ли мощности то ли чувствительности вот для этого случая но конечно действовать не будет тут уже слишком малые показатели и еще вот если мы возьмем вот так то будет наоборот гаситься так как идет уже дисбаланс частот здесь все-таки он настроен на более нижнем на менее нижнюю частоту а здесь здесь в общем 300 килогерц а он где-то 250 260 270 достаточно эффективно может принимать вот этот настроен где-то получается на 320 350 килогерц вот видите как гасится то есть наоборот ну конечно если я просто возьму пару витков они никак не повлияют на все происходящее ну и связи с этим я предлагаю некий лайфхак от меня так как эта конструкция очень интересно работает и достаточно далеко как вы заметили то что можно предпринять в этом случае еще раз показываем вот так как этот более менее работает максимально удаленно вот можно сделать такую конструкцию даже вот по размерам вот например ее можно сделать значительно меньше тут аккумулятор все то есть такую вот штучку игрушку и например в виде браслета то ли я сверху под рукав то ли снизу и вот что у нас выходит из этого ну вот вы этого не видите якобы но по крайней мере вот мы можем взять вот такие игрушки никто другой кроме нас об этом не знают ходить вот так на вечеринки какой-нибудь или на показательных каких-то конкурсах дизайнерских спокойно можно в таким устройством ходить час-два в сутки конечно больше не желательно но тем не менее опять же тех кто уже не распользовался вот такими вихревыми устройствами можно и несколько часов с вами ничего не случится я уже он по пять по шесть часов в сутки могу спокойно это все и вот можем использовать вот так для тех кто не в теме конечно будут очень интересно и оригинально и еще например если генератор сделать на 3110 ну то есть усиленный немножко сделать короче побольше мощность потому что здесь всего на всего один ватт сделать два три вата мощность вот можно стенд какой-нибудь вот это сделать нескольких экземплярах подвешиваем на какой-нибудь лески и вот у нас декоративная подсветка типа ночника может быть или еще что-нибудь такое просто отвращается вот несколько штук и все это светится в воздухе если это конечно сделать что какую-то леску очень тонкую которую практически незаметно конструкция легкая выдержит и все это может спокойно находиться в каком-то таком возбужденном состоянии спальне очень интересно бы смотрелось вот есть такие светодиоды это вот 603 серия то что вот я синие применяю есть и комплекты можно и отдельно это все конечно по 100 штук брать это уже как кому надо вот есть комплекты по 20 штук на 5 вот стоя столько же тоже 0 6 доллара это это по 0 6 доллара вот разные цветные можно соответственно вот эти вот фильтры делать не только конечно синие я вот тоже на разделу и зеленые и красные и желтые возможно и вот это можно все разместить сделать и будет у вас вот такая игрушка можете кого-то порадовать это вот таких вот два лайфхака один на руку или еще куда можете просто вот куда-то себе на тело например на грудь повесить вот вместо бус даже вот если ухитриться сделать больший диаметр то можно и на шею очень до оригинально смотрелось не проводов ничего нет причем да надо будет это сделать более ажурные вот так вот еще тоньше это все можно сделать значительно еще тоньше то есть полтора раза это все уменьшить по размеру то есть это будет вообще ажурную конструкцию это все позволяет это я все сделал попасом и вот такую вот конечно надо сделать чтобы она была тоненькой так что на сегодня все желаю вам интересного времяпрепровождения и повторяйте а главное если вы будете экспериментировать и углубляться вот во взаимодействии этих индикаторов те которые раньше предлагал к этой системе вы много чего поймете в энергии все до свидания